Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты ведешь и направляешь нас в эти дни. Мы нуждаемся в силе Твоего Духа Святого, чтобы она работала в наших сердцах и разумах. Чтобы мы могли принимать то, что у Тебя есть для нас. И чтобы мы могли это использовать в наших жизнях для Тебя. Чтобы Твое имя было прославлено. Аминь. Нам немножко надо вернуться назад, потому что каким-то образом я перепрыгнул через радость, которую должен был поделиться с Вами. Так что сегодня мы будем говорить о радости. И вот она радость. И это золотистый ретривер, которого зовут Радость. Это наш новый щенок. И мы не уверены, сохранит он свое имя или нет. Итак, радость. Радость является фундаментом для позитивной жизни. И Иоанна, 15 глава. Ишуа говорит своим ученикам. И здесь мы можем четко увидеть, что Ишуа делает разницу, показывает нам на разницу, которую мы считаем. И той радостью, которую Он хочет наполнить наши сердца. Скажем, новым видом радости. И это приходит через Дух Святой. И для некоторых из нас это может звучать недостижимо. Как мы можем испытать эту полноту радости? И мы уже сегодня с ним разговаривали по поводу того, что есть разница между счастьем и радостью. И ощущение счастья — это чувство. Если все у вас окружающее идет хорошо, вы чувствуете себя счастливым. Но радость, о которой мы здесь говорим, она уходит гораздо глубже. Мир... Миру не хватает радости на сегодняшний день. И вокруг много страхов и беспокойств. Депрессии и разочарования. А люди ищут эту радость. И пытаются найти ее в тех источниках, где на самом деле ее невозможно найти. Во-первых, нам надо понять, что действительно существует разница между ощущением счастья и радости. Нигде мы не видим Божьей заинтересованности в том, чтобы мы, как люди, всегда переживали это ощущение счастья. Он хочет наполнить нас чем-то другим, чем-то, что уходит гораздо глубже. И, как Писание говорит, есть времена для всего. Экклесиаст говорит... Третья глава Экклесиаста... Экклесиаста, третья глава, четвертый стих, говорит нам... Время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать. И библейская радость, которая говорит о настоящей радости... Приходит от испытания духовной пустоты с хорошими взаимоотношениями. Конкретно говоря, от взаимоотношений личных и близких с тем единственным, кто и есть сама истинная радость. И Ешуа пришел на эту землю для того, чтобы мы испытали полноту во всех аспектах нашей жизни. И плод Духа Святого включает в себя радость. И Библия гораздо больше и чаще говорит о радости, чем о ощущении счастья. Кусочек слова счастья, хэп, имеет в виду, переводится как шанс с английского языка. И от этого слова в английском образуется много других слов. И счастье, оно относится к ощущению того, что вы довольны, что что-то хорошее произошло. Да, и Господь хочет, чтобы вы переживали вот эти ощущения счастья. Мы должны быть в согласовании с тем, что Господь от нас хочет. И это касается всего. И Его более желание для наших жизней, чтобы мы испытывали безусловную радость. И для того, чтобы быть счастливым, нужно условие. И условие таково, что что-то происходит хорошее, и вы счастливыми становитесь. Но радость, она должна быть безусловной. Потому что это что-то, что находится гораздо глубже внутри вас. И Иоанна пятнадцатая глава, одиннадцатый стих. Мы читаем снова, что «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша да будет совершенно». И Иоанна шестнадцатой главе, двадцать второй стих, говорит нам. «Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». И если мы по-настоящему поймем эти местоописания, то тогда мы поймем, что на самом деле означает радость. И когда Иешуа шел на крест, ученики испытывали великую потерю и печаль. Но Иешуа пытался во всем этом ободрить их. И он сказал, тогда ваши сердца будут наполнены радостью. полнотой радости, и тогда никто не отнимет ее у вас. Это нам говорит о характере радости. Что настоящая радость, она по-настоящему не зависит от обстоятельств, которые вас окружают. Но она зависит полностью от наших личных взаимоотношений с Иешуа. и от действия Духа Святого. Представьте себе радость как сильное основание для разных здоровых эмоций. Представьте себе, что радость — это сильное основание, которое будет поддерживать разные варианты хороших здоровых эмоций. включая также счастье. Чем дольше ваши переживания радости. И представьте себе, что радость — это длинный марафон, что это длинная дистанция, это не короткий период времени. И если вы бежите короткую дистанцию, вы должны пробежать ее очень быстренько, и потом вы просто истощены. Но когда вы бежите марафон, вам надо хранить вот эту энергию, так сказать, до конца, на протяжении всего периода марафона. Поэтому вы должны представлять себе радость как вот этот марафон. Вам надо продолжать двигаться в нем. И в доказательство этого И в доказательство того, что вы пребываете вот в этом длинном марафоне радости, что вы движетесь в правильном направлении, будет проявление многих позитивных эмоций. Вы будете оптимистом, вы будете иметь позитивное мышление, вы будете благодарны. У вас будет весь спектр, набор позитивного мышления. Когда мы размышляем о плоде Духа Святого, мы ищем доказательства в нашей жизни. И когда я говорю об этом, это не просто касается знаний, но это представлять эти вещи, чтобы они превращались в реальность в нашей жизни. Я думаю, что для вас сейчас сложно все удержать у себя в голове. Нас так долго учили по-другому, что плод Духа — это то, чего мы достигли. Что плод Духа — это как много людей вы спасли, как много церквей вы открыли, как вы успешны в служении. Но нам с вами нужно библейское основание, что является плодом Духа Святого. И когда мы познаем это, это изменит нас сильно. Когда этот плод станет доказательством и проявляться в наших жизнях, мы станем абсолютно другими людьми. И я думаю, что когда мы такими станем, мы станем более привлекательными для тех, кто в миру. Если можно так сказать, то радость смотрит вперед и вверх. Радость не смотрит назад. И большая ошибка заключается в том, что думать, что если ты что-то получил, ты стал счастливым. И многие люди думают так, вот если бы у меня вот эта штука была, я бы точно был бы счастлив. И обычно, да, вы, может быть, будете счастливы максимум один-два дня. А потом вам захочется следующей штуки. И начнется та же песня сначала. Ох, если бы мне вот эту штуковину возыметь, вот тогда я буду счастлив. Мы говорим сами себе вот что. Но на самом деле настоящая радость и счастье заключаются в том, чтобы более отдавать, чем принимать. По крайней мере, так это работает для меня. Я получаю гораздо больше радости от того, что я могу приехать сюда, служить вам, отдавать вам, чтобы вы могли укрепляться и возрастать. Изливать все, что я только могу излить в вашей жизни. И когда я вижу вас возрастающими, когда я вижу вас измененными, это приносит мне большую радость. Не только здесь, но и во многих других местах. И апостол Павел напоминает нам, о чем сам Ешуа Мессия учил. И мы найдем это в Деянии 20 главе. Итак, Деяние 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Ешуа, ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Возрастать в радости, мы противостанем не только нашей личной саможалости, но также нашему эгоцентризму и себелюбованию. Очень часто все сводится к нам. Что я имею, что я могу сделать, куда я могу пойти. И, к сожалению, вокруг нас общество, которое все «мне, мне, мне» и еще раз «мне». Что я могу получить? Что я могу иметь? Нам необходимо менять это. Если мы хотим достигнуть этот мир для Ешуа, нам надо стать даятелями. Даже если вам кажется, что у вас есть совсем чуть-чуть. Я вспомнил о вдове, которая пришла к Елисею, и она сказала «помоги мне». Мой муж умер, и он был посреди вас, как один из пророков. А сейчас взаимодавец пришел забрать моих детей в рабство, потому что у меня нет денег. Я не могу заплатить. Она потеряла мужа, и она в состоянии потери своих детей. А Елисей задал ей вопрос «что ты имеешь?» И она говорит «слушай, да нет у меня ничего, у меня только малепусенькая бутылочка елея». Так, если нам повезет, мы увидим, какая она маленькая. Где-то, где-то в моем чемодане, как у некоторых дам, есть все, кроме порядка в сумке. А у него наоборот. Жена может все найти в сумке своей, а он нет. Вот объем, который примерно могла иметь вдова. И она говорит «у меня вот совсем чуть-чуть елея». «Это все, что у меня есть». Так, будем держать. И Елисей сказал «иди и выпроси все любые пустые сосуды, которые ты можешь найти. Стучи в двери к своим соседям и проси пустые сосуды и принеси их в свой дом и начни наполнять эти пустые сосуды». Она была послушна, она просто послушалась. Она начала наполнять их. Первый был наполнен. Начали второй наполнять. А Елей продолжал приходить и заполнила абсолютно все сосуды. И потом она пошла и продала их. Она заплатила свои долги. И как написано, что она осталась иметь много, чтобы прожить до конца ее жизни. Она использовала то малое, что у нее было. И да, она была в состоянии стресса. Для того, чтобы мы проявляли радость, для того, чтобы она протекала через нас, мы должны возрастать в любви к друг другу, а особенно в любви к Господу. Настоящая радость исходит от благодарного сердца. Те чудесные вещи, которые Господь сделал для нас. Те обетования, которые Он высвободил в нашу жизнь, дал нам. Давайте прочтем 2 Петра 1 главу. 2 Петра 1 глава с 4 стиха. Стиха по 8. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбии, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Ишуа Мессия. Это все о том, как мы можем получить Божью природу, как мы можем стать похожими на Бога. Вот о чем. Вот о чем это. Это о том, чтобы быть измененными. И в 1-м Фессалоникийцев, в 5-й главе, с 16-го по 18-й стих, говорится, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия в Ишуа Мессии». И мы также должны быть благодарны за то, что Бог благословляет других людей тоже, а не только за наше благословение. Прочитаем Римлянам 12-я глава, 15-й стих. «Радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими». Римлянам 12-й 15. К сожалению, наши отношения часто бывают такое, «О, слава Богу, меня это не коснулось». Но в наших сердцах мы должны иметь сострадание. Старайтесь следовать этой библейской формуле. Добавьте в свою жизнь благодарность, человеколюбие, прощение, веру, надежду, терпение, любовь. Уберите, удалите. Резентмент. Ревность удалите. Злость. Страх. Беспокойство. Искание материальных ценностей. Жадность. Жадность. Жалобы. И гордость. Если сделаете это, результат будет радость. Удалите то, что не является хорошим, и добавьте то, что хорошо в Божьих глазах. Здесь мы сделаем перерыв. Здесь мы сделаем перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова